Всем привет, уважаемые зрители! Перед просмотром видео подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И если видео понравится, поставьте лайк. Ну а я начинаю! Известный в 60-х актер Евгений Урбанский что-то предчувствовал и не хотел ехать на очередные съемки фильма «Директор», которые проходили в Узбекистане. Дома у него оставалась беременная жена латвийской актрисы Дидера Иритенберга. Но все же он пошел на уговоры и согласился. По сюжетной линии он должен был промчаться на автомобиле через барханы и обогнуть колонну других авто, возглавить ее. Наиболее сложным кадром в этой сцене был прыжок машины с одного из барханов. Он отказался от помощи каскадеров и решил выполнить прыжок через барханы самостоятельно. Первые же дубли сняли успешно, но задействованный в тот день в съемках второй режиссер картины захотел снять еще один дубль, чтобы машина подпрыгнула еще выше. Машина проехала на скорости по специальному настилу, взлетела в воздух и перевернулась. Актера в тяжелом состоянии не смогли даже довести до больницы, он скончался по пути. Гибель Урбанского поставила крест на съемках картины «Директор». Приказом председателя Госкино они были тут же прекращены. Режиссера фильма Салтыкова отлучили от режиссуры на полтора года. В 1969 году он вновь добился разрешения поставить картину «Директор». Общий ребенок Евгения Урбанского и его жены, а именно дочь, родилась через несколько месяцев после гибели отца. Многим также известна и эта трагедия, случившаяся с актером, который не нуждается в представлении. В один из апрельских дождливых дней Леонид Быков ехал в направлении Киева из своей дачи. Он решил совершить обгон трактора, который медленно ехал по одной с ним полосе. И совершая обгон, выехал на встречную полосу движения, где не заметил ранее двигавшийся грузовик, произошло ужасное столкновение. Удар пришелся в правую переднюю дверь и был такой силы, что колеса грузовика дошли до середины салона «Волги». Актер не спас даже ремень безопасности, он скончался на месте. Узнав, кто был за рулем легковушки, водитель грузовика просто расплакался. В тот роковой четверг хоккеист Валерий Харламов должен был быть в другом месте, вместе со сборной СССР на очередном хоккейном поединке в Канаде. Но тогда его почему-то не взяли. И чтобы уделить имеющееся время близким, хоккеист решил вместе с женой Ириной и ее двоюродным братом отдохнуть на даче. На обратном пути Валерий усадил за руль свою жену. Она была неопытным водителем. По стечению обстоятельств, за день на той дороге, по которой двигалось семейство Харламова, меняли асфальт. И в итоге на дороге образовалась небольшая возвышенность, наехав на которую Ирина потеряла управление над Волгой. И на скорости 110 км в час автомобиль вынесла на встречную полосу движения, по которой двигался грузженый металловым грузовик ЗИЛ. На похороны знаменитого хоккеиста пришли тысячи людей. Не смогли присутствовать только игроки сборной СССР, которые в тот момент находились в канадском Виннипеге. Они провели собрание, на котором было решено, во что бы то ни стало, выиграть Кубок Канады. Советские хоккеисты выполнили свое обещание, обыграв в финале канадцев со счетом 8-1. 15 августа 1990 года легендарный певец Виктор Цой возвращался с рыбалки на одном из озер под городом Тукумс в Латвии. Хотя все это происходило в пол первого дня, по какой-то причине певец заснул за рулем своего темно-синего «Москвич-2141». Автомобиль, который ехал со скоростью 130 км в час, вынесло на встречную полосу движения, где он и влетел в автобус Икарус 250. Смерть Виктора Цой наступила мгновенно, водитель автобуса не пострадал. Проведенная позже экспертиза показала, что певец был абсолютно трезв. Скорее всего, он заснул за рулем от переутомления. Известной советской и российской гимнастке Оксане Костина не исполнилось еще и 20-ти, когда она успела стать мастером спорта международного класса, заслуженным мастером спорта и абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике. После череды таких побед Оксана планировала закончить карьеру и хотела дальше посвятить себя семье и родить детей. Также на нее посыпались предложения стать тренером во многих коммерческих организациях, но по трагической случайности этому не суждено было случиться. Зимним вечером 11 февраля 1993 года она ехала на машине, за рулем которой находился ее жених. Также спортсмен Эдуард Зиновка направлялись влюбленные в аэропорт Домодедово. По невыясненным до сих пор причинам их москвич попал под грузовик. От полученных травм Оксана скончалась через несколько часов, а Эдуард, получив тяжелые травмы, все же сумел выжить, но лишился почки и проходил долгий курс восстановления. Уважаемые зрители, а вы знали о таких трагических судьбах известных людей? Напишите свой ответ в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...